Библейский портал экзегет.ру представляет Книга Деяний, пятая глава, перевод Международного библейского общества. Я его читаю для библейского портала экзегет. Эта глава начинается с одного эпизода, который часто людей смущает. Ну, там есть чему смущать. Но я напомню, что в конце четвертого у нас была такая довольно серьезная заявка, что все уверовавшие едины сердцем и душой, у них общее имущество, они все продают свое имение, приносят, складывают деньги ногам апостолов, а те раздают нуждающимся. То есть такая идеальная картинка. Слушайте, ну вот здесь хочется спросить, неужели было со всеми так? Неужели вот никто не пожатничал? Ну, мы все знаем, как люди относятся к своему имуществу. Тем более, если оно добыто тяжелым трудом, если оно существенное. Одно дело, там нищий поделился коркой хлеба с соседним нищим, а другое дело, если у тебя действительно богатое имущество. Что вот ты раздашь этим людям, которые, может быть, всю свою жизнь пьянствовали и лодорничали? Один же человек по имени Анания вместе со своей женой Сапфирой продал свое имение, и часть вырученной суммы оставил себе, причем его жена знала об этом. Остальное же он принес и положил к ногам апостолов. Опять-таки, человек ничего плохого вроде бы не сделал, да? Он не украл, не убил, он продал имущество, и часть его отдал апостолам денег вырученных. Петр сказал им, Анания, как это сатана мог завладеть твоим сердцем настолько, что ты солгал Святому Духу и оставил себе часть денег, которые ты получил за проданную землю? Ведь земля до того, как ты ее продал, была твоей, и деньги, которые ты за нее получил, тоже твои. Почему же ты замыслил такое? Ты солгал не людям, а Богу. В чем упрек Петра? То есть, как я его понимаю, да? Смотри, ты говоришь, что ты отдал все. Здесь напрямую не сказано, но потом этот вопрос будет заданно. Жене Анании. И, соответственно, ты врешь. Но у тебя нет необходимости врать, потому что деньги в любом случае твои. Ты не обязан этого делать, да? Но если ты это делаешь, то ты это делаешь чистосердечно. Вот в духовной жизни очень много вещей, которые человек делает, потому что он думает, что он их обязан делать, потому что есть какая-то мода, потому что все делают. Вот он тоже. Все продают имущество и раздают. Но он тоже это делает. Но при этом он нечестен с Богом. И вот нечестность с Богом понимается как очень большой грех. Смотрите, за воровство, за прелюбодеяние, за убийство, может быть, наказание Божие не бывает таким мощным и быстрым, как здесь. Или не наказание Божие. Но давайте прочитаем. Как только она не услышала эти слова, он упал мертвым. Все присутствующие сильно испугались. Подошли молодые люди, завернули его тело, вынесли и похоронили. Наказание Бога или нет? Вообще-то не сказано, что Петр его казнил, что Петр ему сказал, ты проклят, ты пойдешь замертво, что молния с неба упала. У нас будет про Ирода подобная история. Может быть, естественные последствия. У него какой-то инфаркт случился от нервного потрясения. Что-нибудь еще. Но связь явно есть. Но давайте не будем торопиться с выводами. Часа три спустя пришла его жена, ничего не знавшая о происшедшем. Петр спросил ее, скажи мне, вы с мужем за такую-то сумму продали землю? Да, ответила она, за такую. То есть он назвал сумму, которую они принесли. И она могла сказать, нет, мы продали ее в два раза дороже, но половину оставили себе. Еще раз, они имеют право. Это ситуация абсолютно добровольного выбора. Но она стесняется выглядеть недостаточно щедрой. Она вот хочет казаться настоящей верующей. Вот это оказывается абсолютно неприемлемым. Петр сказал ей, что это вы сговорились испытывать духу Господа. «Ты слышишь, шаги у двери? Это возвращаются хоронившие твоего мужа. Они и тебя вынесут». Вот ей он уже говорит о том, что должно происходить, ну, наверное, по аналогии с первым случаем. И в тот же момент она упала к его ногам мертвой. Молодые люди вошли, найдя ее мертвой, вынесли и похоронили ее рядом с мужем. Всей церковью и всеми, кто об этом слышал, владел великий страх. То есть, смотрите, вот назвать это какой-то церковной дисциплиной язык не поворачивается, потому что никто никого не наказывает. Назвать это наказанием от Бога тоже язык не поворачивается, потому что на него нет прямой ссылки. Но люди, которые обманывают Бога и притворяются более преданными ему, чем есть на самом деле, умирают. Они не остаются, они несовместимы с жизнью этой ранней общины. Вот и, собственно, единственный вывод. Мы, наверное, не такие в основном в своем числе прекрасные, как эти ранние христиане. Но для нас нет в этом ничего страшного, пока мы не притворяемся перед Богом. Я напомню, что самое жестокое обличение, которое мы встретим в Евангелии, это обличение фарисеев. Ни мытарей, которые коррупционеры, воры и всячески живут так развратно. Ни блудниц, которые, понятно, чем занимаются. Не простых людей, которые, ну, как все грешат, там, кто понемногу, кто, может, и помногу. А именно фарисеев, которые показным благочестием изображают перед Богом что-то такое особенное. Да, вот это несовместимо. Но, наверное, потому что если маска, если моего лица нет, то меня нет, то с Богом говорит эта маска. А если я есть, то какой бы я ни был, несовершенный, слабый, грешный, я все-таки с ним общаюсь, я все-таки как-то могу от него что-то получить. И мне кажется, этот отрывок здесь нужен ровно для этого. Иногда его воспринимают как отрывок о таком суровом наказании в раннехристианской общине, но не инквизиция, нет. Через апостолов в народе совершалось много знамений и чудес. Все верующие собирались вместе в колоннаде Соломона. Никто из посторонних не решался общаться с ними, хотя народ их очень уважал. То есть, смотрите, они уже фактически отделились, да, их совсем немного, их всего несколько тысяч. И это, скорее, отделение от уважения. Вот будет всюду в посланиях святые, святые, святые. Кто такие святые? Это отделенные, те, кто никак, остальные, да. Вот они отделились, но не в силу того, что они сказали, мы такие вот, вы с нами даже не думайте на одну ступеньку этой самой лестницы вставать, да. Но к ним относятся уже как к совершенно особым людям. Тем не менее, верующих в Господу становилось все больше и больше, и мужчин, и женщин. То есть, присоединялись, приставать не могли, да, там как-то с ними какие-то словесные перепалки устраивать, а просто присоединялись. Люди выносили на улицы больных, клали их на кроватях и циновках, чтобы хоть тень Петра упала на них, когда он будет проходить мимо. Из городов, что были вблизи Иерусалима, приходили толпы людей. Они приносили больных, одержимых нечистыми духами, и все исцелялись. То есть, тоже несколько идеальная картинка. Здесь, правда, не дается никакого исключения, как в случае с Ананией и Сапфирой, но вот идеальная, да. А как на это реагируют духовные лидеры иудейства, да? Первосвященник и все его приближенные, принадлежавшие к партии Саддукеев, были преисполнены завистью. Они арестовали апостолов и заключили в городскую темницу. За что? А вот от них ускользает авторитет. Они по должности должны быть самыми авторитетными людьми. А нет. Они чудес не творят. К ним народ толпами не стыкается. Казалось бы, ну, станьте такими. Ну, проще посадить в тюрьму тех, кто мешает выглядеть хорошо. Однако ангел Господа ночью открыл ворота темницы и вывел их. Идите, встаньте в храме, сказала она, говорите людям о новой жизни. И вот тоже такая комедийная история. Эти посадили их в тюрьму, а ангел вывел, да? Ну, да бог это что трудного. Они послушались и придя рано утром в храм начали учить, да? То есть они не бегут куда-то в пустыню, не сидят тихо дома. Ну, ладно, пронесло в этот раз, но в другой-то раз уж точно нас, наверное, серьезно накажут. Будем вот где-нибудь подальше, да? Нет, они продолжают делать то, что они делают. Даже демонстративность в этом какая-то есть. Когда прибыли первосвященник и его приближенные, они созвали высшие советы всех старейших на Израиле и послали в темницу за апостолами. Но когда стражники пришли в темницу, то не нашли их там. И, возвратившись, заложили тюремный ворот надежно закрыт. У ворот стоит охрана. Но когда мы вошли внутрь, мы никого там не увидели. Выслушав их, начальник храмовой стражи и первосвященники пришли в недоумение, что бы это значило. Потом кто-то и сообщил, пришел и сообщил им, люди, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Ну, не сработало, да? Тогда начальник стражи пошел со стражниками и привел апостолов. Они не применяли силу, потому что боялись, что народ может побить их камнями. Получается, апостолы добровольно пошли. То есть, вот это такое движение, которое потом назовут ненасильственное сопротивление, да? То есть, они делают свое дело, они провозглашают свою позицию. Но они не пытаются применить силу, и на угрозу применения силы они отвечают согласием, да? То есть, они будут делать то, что им скажут. Но они будут в то же время делать то, что им скажет Бог, да? То, что им скажут люди, лишь той части, которая не противоречит. Апостолов Филипп оставили перед Высшим Советом. Ну, это верховный орган, Синодрион. Первосвященник сказал им, «Вам строго запретили не учить от этого имени, но ведь весь Иерусалим наполнили своим учением, и к тому же обвиняете нас в смерти этого человека». А это самое обидное, конечно, да? Так-то мало ли кто чего говорит, какая разница. Но они говорят постоянно, вот вы распяли его, а это же ложится, прежде всего, обвинением на духовных вождей иудеев, потому что, на самом деле, это была их идея, которую они не без сопротивления провели в жизни. Петр и другие апостолы ответили, «Мы должны больше подчиняться Богу, чем людям. Бог наших отцов воскресил Иисуса, которого вы убили, повесив на дереве. Но Бог возвысил его своей рукой, как вождя и спасителя, чтобы дать Израилю возможность покаяния и прощения грехов. Свидетели этому мы и Святой Дух, которого Бог дал тем, кто послушен Ему». Вот главная роль христианина — это быть свидетелем, причем не только словесным, но и, прежде всего, в своей жизни, в тех вот здесь чудесах, которые свершаются, но и просто в своих действиях и поступках. То, что они продолжают свободно проповедовать, то, что они не стесняются сказать им в лицо, «Вы убили, а Бог воскресил», да? Я прекрасно понимаю, что этим они провоцируют Синодрион на еще более решительные репрессии. «Когда присутствующие услышали это, они пришли в ярость, хотели убить их. Но тогда встал один из членов Исшего Совета, фарисей по имени Гамалиил, учитель закона, уважаемый всем народом». Ну, кстати, вот он сыграет потом большую роль через своего ученика Павла. Он велел вывести апостолов на некоторое время. Затем он сказал, вот смотрите, он не христианин, он не разделяет эту вот новую какую-то веру, которая возникла, но он честный человек. Он верующий человек. То есть внутри иудаизма тоже можно вполне прийти вот к какой-то подобной мысли. Израильтяне, хорошо подумайте о том, что вы собираетесь делать с этими людьми. Не так давно был здесь Февда, выдававший себя за важную персону. Мы толком не знаем, здесь какие-то перечисления, но всегда есть вот эти там мятежники, какие-то пророки, которые чего-то провозглашают, ведут за собой. Но это все очень быстро заканчивается каждый раз. За ним пошло около 400 человек, но когда он был убит, то все его последователи разбежались, и все кончилось ничьем. После него был Иуда из Галилеи, он появился во время переписи, увлек народ за собой, он тоже погиб, и все его последователи рассеялись. Поэтому в данном случае вот вам мой совет. Оставьте этих людей, отпустите их. Если их начинание от людей, то оно обречено на провал. Ну, было уже много, да? Если же оно от Бога, то вы не сможете их остановить, а лишь сами окажетесь противниками Бога. Вот великолепный пример подхода. Вот что-то подозрительное происходит. Мы пытаемся это контролировать, мы пытаемся на это влиять, мы пытаемся это запретить. Первая реакция запретить, конечно, пусть ничего не будет. Мы вот сами, когда надо, вам скажем, чего делать, а сами ничего не делайте. Но очень простой принцип. Если от людей само развалится, много было таких историй. А если от Бога, вы же не уверены, что от Бога, а что нет. Бог выше наших представлений о нем. Вдруг это от Бога, тогда не противьтесь ему. Оставьте это. Пусть каждый занимается тем, чем он считает правильным заниматься, и время покажет. Его речь убедила присутствующих. Надо же. Какой он был авторитетный человек. Они призвали апостолов и приказали их избить. А вот тут какой-то логики нет. Он говорит, оставьте их в покое. Да-да-да, конечно. Ну, только изобьем сначала, конечно. То есть, вот такая, знаете, логика дурной власти, которая не выпускает из своей пасти нетронутыми. Вот они невиновны. Да, ну давайте их не будем оказнить, просто изобьем. Потому что, ну как это, мы объявили уже, что они виноваты. Получается, мы были неправы. Получается, мы должны отступить. Может, еще извиниться хотите, чтобы мы перед ними извинились? Ни в коем случае, давайте их плетяем. Потом они еще раз запретили им говорить от имени Иисуса и отпустили. Согласились с Гамалиилом. Сначала избили, потом запретили говорить. Он им говорил просто, ну, пусть идут. Все равно надо на своем настоять. Вот как дурная власть заходит в тупик. Ее там никто не свергает. Она просто как паровоз едет, едет, едет и не может остановиться, не может развернуться. И она себя загоняет в какой-то тупик, и оттуда уже не может выбраться. Вот так и здесь. Они себя сделали врагами христианского учения. Хотя со стороны христиан никаких к этому не было предпосылок. Они ничего плохого не делали. Они не свергали власть Синодриона. Но они себя уже противопоставили. Значит, любой успех христиан, это не есть провал Синодриона. Есть их поражение. А успехов будет много. Могли просто не обращать внимания. Самое мудрое, что могли сделать. Я уж не говорю там присоединиться самим. Хотя некоторые присоединились явно. Апостолы вышли из Высшего Совета радуясь тому, что они оказались достойными понести такое бесчестье ради имени Иисуса. А вот рецепт христианского отношения к гонениям. Это за Христа, значит, это наша награда. Это орден на груди. Это почетное звание. И каждый день в храме и по домам они продолжали учить и возвещать о том, что Иисус Христос. А не о том, что Синодрион плохой. Не о том, что надо его свергнуть. Не о том, что надо переустроиться в жизни иудеи. Их задача — возвещать Иисуса. Если при этом это навлекает на них побои, поношения, всякие прочие неприятности, это награда, потому что это за его имя. Вот прекрасный принцип, который, конечно, очень редко в христианской истории выдерживался. Иисус Христос